МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в студии Андрей Евгеньевич Миков, заместитель начальника Ленинского управления социальной защиты населения. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич! Добрый вечер! Мы только что с вами посмотрели все вместе новости, где рассказывается, что 1 октября будет отмечать Всемирный день пожилого человека. Вот в Ленинском районе уже и празднование прошло, но также мы слышали, что открылась декада милосердия. Скажите, вот в чем ее основной принцип и как это будет выглядеть на практике? Потому что название очень громкое. Название громкое, мероприятие это стало уже ежегодным и традиционным. Проводится, мы слышим, что это международный день пожилых людей. Но мне не очень нравится слово пожилых, вроде как пожил. Я предлагаю сегодня называть таких людей, людьми уважаемого возраста. На самом деле люди, которые достойны уважения и которыми мы гордимся и уважаем. И старшее поколение нужно, наверное, уважать. Декада 10 дней это, конечно, мало для тех мероприятий, которые мы на самом деле запланировали. И они уже проводятся, они идут и проходят мероприятия и районные, и областные. Например, у нас представители нашего района уже побывали на фестивале скандинавской ходьбы «Золотая осень», который проходил в Люберцах, Игорь Вячеславович упоминал. То есть наша делегация там побывала, отметилась, достойно прошагала всю дистанцию. Но у нас есть опыт, мы проводили подобный фестиваль у нас на территории района. А, это не соревнования? Это не соревнования. Здесь как раз главное участие. То есть никогда не ставится задача прийти первыми, и призы за первые места не дают. Призы дают за волю к победе, за стройность шага и вот такие вот номинации. Сегодня прошло большое областное мероприятие, посвященное этому дню. Тоже делегация наших граждан уважаемого возраста отправилась на это мероприятие, побывали. Мероприятие им очень понравилось. И, конечно, хочется после того праздника, который сегодня устроила администрация Ленинского района для наших жителей, сказать спасибо администрации, устроителям и всем артистам. Потому что на самом деле, когда выходили наши бабулечки оттуда, мы слышали слова восхищения, благодарности, и глаза их таким огнем горели, задорным. Они услышали песни своей молодости. Понравилось им. Очень понравилось, очень понравилось им. Понравились им ведущие в таких вот ростовых куклах, что было тоже очень необычно. И, конечно, понравились детки, маленькие артисты. Они просто в восторге сегодня. Если к декаде вернуться, то есть Игорь Вячеславович Мамонкин, директор Центра социального обслуживания, он достаточно подробно про мероприятия проговорил. Порядка 14 мероприятий у нас будет проведено. Около 300 человек в них участие примут. Нужно сказать, что мероприятия проводятся не только в декаду. Декада — это такой способ обратить внимание на проблемы людей уважаемого возраста. То есть, чтобы общество еще раз вспомнило, взглянуло по-другому. На самом деле мероприятия целенаправленно проходят для жителей района. В течение всего года. В течение всего года в отделении дневного пребывания у нас в Центре социального обслуживания такие мероприятия проводят. Они организуют выездные мероприятия и областные мероприятия проходят различные. Это и спартакиады третьего возраста. Постоянно проходят курсы компьютерной грамотности, куда мы приглашаем всех наших граждан обслуживаемых. И недавно стартовал проект «Бабушки-дедушки» онлайн. То есть, мы хотим, чтобы воспитанники наших центров помощи семье и детям и наших детских домов, интернатов могли... Интегрироваться в сегодняшнюю жизнь. Пообщаться. Кстати, мы вывозили команду нашу активистов Центра Вера, Филимонковский детский дом, интернат. Они обменялись там опытом, провели совместные мастер-классы. А с удовольствием, вот хочу спросить, люди в возрасте приходят и обучаются компьютерной грамоте. Им очень не хватает общения. А как раз онлайн общение сейчас возможно. И онлайн общение, конечно, не может, конечно, живого общения заменить, но это хотя бы что-то. Знаете, некоторым молодым даже заменяет. Поэтому для людей пожилого возраста, скорее всего, это тоже как способ провести время и досуг свой, не выходя из дома. И детям это полезно. Они получают какую-то информацию от своих старших товарищей. Позволяет вот это общение с детьми, людям старшего возраста немножко раскрепоститься. Наверное, не очень часто приезжают к ним внуки все-таки. С удовольствием они это делают. И сегодня мы пришли к тому, что у нас центр социального обслуживания открыт и по выходным дням. То есть так построена работа, что туда можно прийти выходной. Там проводят постоянно... Это для работающих пенсионеров очень актуально. И для работающих актуально. В принципе, там двери не закрыты. То есть вот эти кружки факультативные могут посещать все желающие. Те же самые шахматный клуб. Подобные вот такие мероприятия, которые не требуют каких-то колоссальных затрат, поскольку все-таки финансирование центров идет от количества состоящих на обслуживании граждан. Это вот то, что касается нашей декады милосердия, мероприятий, которые проводятся. И будут проводиться в дальнейшем это нескончаемая череда. Ну и правильно. А я хотела бы тоже продолжить тему милосердия, но уже в качестве волонтерской помощи. Предлагаю посмотреть нашим телезрителям сюжет, а дальше мы обсудим его. Село-остров имеет древнюю историю. Несколько столетий назад здесь были имения графа Орлова. Некоторые постройки сохранились и по сей день. В бывшей усадебной конюшне до революции располагалась богодельня Угрешского монастыря. А с приходом советской власти там расселили психоневрологический интернат. Более чем для ста женщин это постоянное место жительства. Здесь тихо и уютно. Вокруг необыкновенные пейзажи. Во дворе аккуратные газоны, декоративные кустарники и клумбы с цветами. Все сами делаем. Собираем семена, потом весной сажаем цветы по-новому. Перекапываем, потом сажаем. Однако всю красоту портит забор, расположенный по периметру здания. Год назад руководство интерната решило добавить ярких красок в жизнь пациентов. И вышло с предложением раскрасить серые стены. Первым художником стал звонарь местной церкви Валерий Павлович. Он изобразил живописную местность, которая окружает интернат. Поэтому мы здесь видим рысаков, орловских. Также мы видим Москварику и корабли, плывущие по ней. Далее его сменили пациенты. А теперь это дело продолжат и волонтеры. В управлении соцзащиты Ленинского района идею поддержали. И дело это решили продолжить. Андрей Евгеньевич Миков выступил с инициативой. И под девизом «Мир без границ» пригласил наших коллег. То есть Филимонковский детский дом. У которых уже есть опыт такой работы. Сгладить, убрать это серое пятно из жизни проживающих. Юная художница Светлана уже принимала участие в росписи территории своего детского дома. И знает, как можно преобразить пространство вокруг себя. Поэтому она с радостью приехала поучаствовать в акции. Я люблю нарисовать пижажи. Деревья, речки, там еще облака. Наставники из художественной мастерской предложили на выбор несколько эскизов. Но дети очень символично выбрали картинку, где был изображен дом. Как символ того, чего лишены жители интерната. Приступили к работе. Бывшие выпускники детского дома присоединились к росписи. А остальные с любопытством следили за процессом. Для меня такое ощущение, как будто я где-то на небесах. Красиво. Мне нравится вот жар птица, птицы, конь. Наблюдая за работой волонтеров, было видно, что ребята не только получают удовольствие от занятий любимым делом, но и от того, что могут помогать другим. Это очень важно. Мы стараемся в них воспитывать чувство социальной ответственности. Потому что мы надеемся на то, что когда они станут старше, они смогут жить и работать. На примере этих ребят из детского дома понимаешь, что совершать добрые поступки может каждый. Задумайтесь, а чем и кому можете помочь именно вы. Кстати, забор в интернате длиной в 1076 метров. Так что работы хватит на всех. Елена Бабина, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Андрей Евгеньевич, ну как сказали, что инициатором как раз вот этой акции выступили вы. Расскажите, пожалуйста, то есть удивляет еще что? Не приехали люди, которые в свое там свободное время выделили, чтобы помочь больным. А приехали дети-сироты, которые понимают, что такое жить в казенном доме, понимают, что такое серые заборы. Они сами от них избавились и подарили такой же подарок старшим. Или, можно даже сказать, к дню пожилого человека преподнесли. Там очень много и пожилых людей проживает тоже. Ну, наверное, тут виноваты мы. Не так много времени прошло с сюжета, где мы рассказывали о волонтерском движении первый раз, когда я был гостем вашим с вашей студией. И вот эта прозвучала идея разрисовать вот этот серый забор. Наверное, может быть, нужно было немножко подождать, может быть, кто-то и откликнулся. Но мы подумали и решили наглядно показать, что все-таки это можно делать и нужно делать. Как мы сказали, забор-то там нескончаемой длины. Забор нескончаемый, да. То есть, если есть у кого-то возможности и желания, пожалуйста, руководство интерната всегда открыто для общения. Информацию о нем можно найти также на сайте интерната с телефонами. Андрей Ильич, наверное, не все так просто, да? Не пришел в интернат, постучал и сказал, вот у меня краска, я хочу сделать. Как-то через вас, наверное, все-таки надо действовать. Тут снова, наверное, нужно вернуться к вот этой акции, которая проводит сейчас правительство Московской области. То есть, формирование вот такого реестра волонтеров. Да, то есть, развитие волонтерского движения Подмосковья. Мы проговариваем телефончики. Я не устану повторять телефон, по которому можно позвонить, чтобы стать волонтером. Это телефон в нашем управлении, куда можно позвонить и, буквально ответив на несколько вопросов, то есть, оставив свои координаты, стать волонтером, дать свои предложения, может быть, мы с удовольствием их примем, рассмотрим и постараемся реализовывать. А много предложений поступает? К сожалению, мало предложений поступает. Я немножко вот не договорил. То есть, помимо всего прочего, мы, конечно, понимаем, что это зависит от желания людей, от их возможностей. И мы сразу предлагаем, чтобы как-то свою работу систематизировать, сразу предлагаем выбрать одно из нескольких направлений, по которым может человек работать. Да, скорее всего, это правильно, да. То есть, либо это оказание каких-то медико-социальных услуг, то есть, возможное. Либо это социально-психологическая и юридическая помощь, либо помощь в интеллектуальном и творческом развитии. То есть, определившись с этими направлениями, нам потом легче будет людей собирать и привлекать к какой-то акции. Не знаю почему. Мало людей откликаются. Может быть, мы сейчас стараемся шире это движение пробовать, развивать о нем больше говорить, с надеждой, что все-таки народ включится, подключится. И мне кажется, вот правильная идея, хороший пример, он же заразительный. Вот увидели мы, ребят. Я очень на это надеюсь. И мы, конечно, были рады, когда откликнулись на наше предложение наши воспитанники из Филимонковского детского дома-интерната при поддержке, конечно, и попустительстве, скажем так, своих руководителей. Они же помогли нам с волонтерами, которые подготовили вот эти эскизы и руководили процессом, потому что там без художника, конечно, не обойтись. Иначе получилось бы у нас не очень красиво и не так душевно. Ну, то, что получилось окончательно в сюжете, мы не увидели, к сожалению. Но это может любой сделать. Зайти на наши странички, на мою страничку, на страничку Филимонковского детского дома, на страничку Островского интерната. Это в любых наших сетях, это Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, то есть все странички есть, они постоянно обновляются, там идет информация о жизни, значит, учреждений, управления, о всех мероприятиях, которые мы проводим. И как раз вот Филимонковский детский дом, они помогли с художниками, вот этими волонтерами, приехали волонтеры, опять же, из Москвы. Немножко так прискорбно, что не наши фонд Дети Марии, который в свое время, значит, если зрители помнят, организовывали посещение доктором Адамсом, доктор Смех, такое Филимонковского детского дома-интерната. Значит, вот приехали волонтеры со своими красками, со своим оборудованием, стремянки, лестницы, даже фартучки и перчатки привезли. То есть, вот все настолько было продумано и замечательно, что, в принципе, мы быстро управились заданием, но, к сожалению, вот планировали один пролет раскрасить, получилось три, больше не получилось. Андрей Евгеньевич, мне кажется, необходимо повторить все-таки телефон, по которому можно записаться в это волонтерское движение. Это телефон, по которому мы ждем ваших звонков. Да, и давайте делать добро, как Андрей Евгеньевич правильно сказал, не только в декаду милосердия, а постоянно. Мы продолжаем наш эфир. У нас есть еще необходимая тема, которую нужно осветить. Вот важная информация для получателей льгот. С 1 октября изменяется величина прожиточного минимума. Давайте я тогда вам отдам полномочия. Вы расскажете, почему это важно и насколько она изменилась. На самом деле, величина прожиточного минимума в Московской области принимается ежеквартально, но в соответствии с законом о прожиточном минимуме, если вдруг по каким-то причинам величина прожиточного минимума вновь принятого, меньше, чем величина прожиточного минимума действующего, закон велит нам пользоваться более высокой величиной. Именно поэтому практически с начала года этот показатель не менялся. И вот буквально на днях вышло новое постановление правительства Московской области, которое немножко эту ситуацию сдвинуло в большую сторону. Не намного, но сдвижка есть. По некоторым категориям около 50 рублей, где-то меньше. Но между тем изменения произошли. Почему это важно? Потому что на самом деле это как раз та величина, которая участвует в расчете среднедушевого дохода одинокопроживающего гражданина семьи. А именно к этой величине у нас на сегодняшний день привязано право на получение мер социальной поддержки. Мы все знаем, что сейчас меры социальной поддержки все более и более становятся адресными из расчета нуждаемости их получателей. Поэтому это на самом деле важно. И мы понимаем, что могут произойти некоторые изменения у получателей социальных услуг. Озвучиваем цифры? Озвучиваем. Если будет удобно, я буду проговаривать сам показатель. То есть для кого. То, что было и то, что станет. Вот, например, на душу населения в среднем такой показатель, который наиболее часто используется в расчетах. Значит, было 11 229 рублей, стало 11 275 рублей. Вот, почти на 50 рублей изменение произошло. Для трудоспособного населения было 12 472 рубля, стало 12 482 рубля. Ну, тут незначительное увеличение произошло. Для пенсионеров было 8 400 рублей, стало 8 434 рубля. То есть, ну, вот, практически на 30 рублей всего изменения. И для детей прожиточный минимум изменился. Был 10 848 рублей, стал 11 064 рубля. Самый большой скачок. Здесь, да, здесь самый большой скачок. Ну, и, наверное, это правильно, поскольку принималась эта величина во втором квартале на третий квартал, так сказать, в преддверии вот 1 сентября, подготовки к школьному периоду. И, наверное, тоже вот с этим связано. Ну, как будто не было изменения произошли, мы будем вынуждены с 1 октября ими пользоваться. Значит, именно эти цифры будут действовать у нас в наших расчетах. Ну, вот вы сейчас как раз затронули школьную тему подготовки к школе. Тратились деньги, средства. И я знаю, что предусмотрено в этом году, по-моему, впервые возврат какой-то определенной суммы, затраченной в многодетных семьях на школьную форму. Существуют ограничения по выплате этой компенсации. Давайте обговорим эту тему. Может быть, все-таки кому-то пригодится, и люди воспользуются предоставленной мерой социальной поддержки. Да, на самом деле, если в предыдущие годы многодетные семьи по-разному было в каждом районе, могли получить, например, у нас в Ленинском районе такая выплата, похожая, подобная выплата осуществлялась через управление образования, и называлась это такой материальной помощью на приобретение школьной формы. В этом году правительство расширило перечень мер социальной поддержки и ввело такую новую меру – это предоставление частичной компенсации стоимости одежды обучающихся одному из родителей детей из многодетных семей, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях Московской области. Я не случайно прямо процитировал выдержку из закона, поскольку она большую часть вопросов сразу расставляет на свои места. То есть мы конкретно говорим о семьях многодетных. Мы говорим о семьях, где дети учатся только в школах области. Только в школах области. Возникает много вопросов, потому что так сложилось, что Москва у нас буквально через дорогу. То есть, конечно, многие при возможности пытаются и стараются, и, наверное, это правильно может быть, отправить детей учиться в город Москва. Но между тем правительство области из своего бюджета же денежку на это выделяет и хочет развивать именно и свое образование, и свои школы, и поддерживать своих жителей. Тему затронули не случайно. Дело в том, что эта мера социальной поддержки установлена с 1 сентября по 31 октября. То есть у многодетных семей, у многодетных родителей остается ровно месяц, чтобы прийти и подать к нам документы. Мы их ждем, мы в них верим. Мы хотим, чтобы они поторопились. Андрей Евгеньевич, а для этого нужно было сохранять чеки? Какие документы? Что нам нужно? То есть нужно, конечно, ну, поскольку это государственная услуга, мы тут деться никуда не можем, каждая услуга у нас рекламентирована порядком, регламентом, соответственно, законом. Копия паспорта заявителя, то есть кто приходит. Нужны документы, подтверждающие место жительства ребенка в Московской области. То есть, ну, либо это отметочка на свидетельстве о рождении, либо просто взять свидетельство о регистрации по месту жительства ребеночка. Это удостоверение многодетной семьи, ну, либо многодетной матери, многодетного отца, в зависимости от того, что есть, да. И справка на выплату компенсации. Кроме этого, документы, подтверждающие оплату одежды, обучающиеся товарный чек, кассовый чек, квитанция к приходному ордеру, либо платежное поручение. То есть здесь мы проговариваем через запятую, это вот такой перечень, что-то из этого должно быть представлено. На справке хочу остановиться, прям вот дополнительно и более основательно. Справка выдается образовательным учреждениям, где ребеночек у нас обучается. В образовательном учреждении должен быть принят нормативный документ. Что же в этом образовательном учреждении конкретно считается школьной формой? То есть, если вдруг совет, либо директор образовательного учреждения со своим педсоветом договорились, что это только серый пиджачок, то, конечно, они... Подождите, в чеке должно быть написано, что мальчику куплен пиджак серый? Брюки черные, например, да? Ботинки, не знаю, коричневые. Хорошо, а если это деловой стиль? В праве прописать образовательное учреждение, само установить, что они считают школьной формой. То есть, если они узко это будут прописывать, то они за это и будут отвечать. То есть, мы ни в коем случае здесь не диктуем, что школьная форма. К нам приходит человек со справкой, где вписан номер нормативного акта школы, что на самом деле этим актом установлено, что такое школьная форма, и проставлена стоимость приобретенных товаров, которую школы сами на основании чеков, предъявленных им, устанавливают. Подождите, вы здесь запутали меня абсолютно. Что значит, что школы устанавливают стоимость? Совершенно абсолютно это так. То есть, школы в справке указывают стоимость приобретенных вещей, которые являются школьной формой. Вы не знаете о том, что сейчас рынок, и он предлагает различные... У нас нет единой государственной формы. Нет, я поэтому и говорю, что... И он предлагает различные цены, различные качества ткани. У одного пиджака из лавсана, а у второго из твида. Что значит, что школа устанавливает? Объясните мне, как маме. Школа может установить, что это может быть, например, белая рубашечка и какой-то джемпер-полуверк. И эта рубашка должна стоить 1200 рублей? Не обязательно. Пусть она стоит хоть 12 тысяч. Если люди могут это себе позволить. А зачем это нужно в справке? Мы углубились, конечно, куда-то, наверное, не туда. В справке обязаны, в требовании вот этого закона, в справке обязаны образовательные учреждения прописать стоимость той школьной формы, которую родители приобрели. Она может быть и меньше определенной величины. Мы дальше говорим о том... 3000 рублей. То есть, даже если в справке на одного человека, на одного мальчика, девочку, неважно, образовательное учреждение напишет, что за форму родители заплатили 15 тысяч рублей, все равно на него из бюджета будет выделено не больше 3000 рублей. Подождите, но рассчитывается же все равно чеками. А мне просто как вариант, да, прецедент может такой случиться, что купили форму за 4000 рублей, рассчитывают хотя бы в компенсацию в 3, а школа написала 2500 рублей форма стоит. Это как раз задача школы. Установить, что же купили родители и насколько оно соответствует тем требованиям. Если она пишет школа 2500, мы дадим 2500. Если школа напишет 1000 рублей, мы дадим 1000 рублей. Андрей Евгеньевич, я, конечно, понимаю, что это не нам с вами решать, но мне кажется, что когда будет единая форма, тогда не будет вот этих вот вопросов, которые я сейчас вам задагиваю. Возможно. Мы еще раз поясним, что до 31 октября, и это очень важная цифра, до 31 октября вы можете вернуть частично компенсацию на приобретенную школьную форму. Причем нам не важно, когда эти покупки были произведены. Пусть это будет в начале года. Важно, чтобы были какие-то первичные бухгалтерские документы учетные, кассовые чеки, приходные ордера, по которым можно подтвердить приобретение. Даже больше скажу, мы не очень придирчиво вот эти чеки даже рассматриваем, поскольку ответственность вся лежит на образовательном учреждении, которое выдает справку. То есть, если они подтверждают сумму, мы ей стараемся верить. Я поняла теперь, что если школа подтверждает, что те вещи на чеки, которые представили вы, родители, на компенсацию, могут являться школьной формой, тогда за них компенсируют. Да. Все, я поняла. Поступают вопросы от наших телезрителей. И один от Елены Федоровны. По-моему, это иготники федеральные, но я должна зачитать. Я инвалид третьей группы, не работаю. У мужа невысокая зарплата, сын учится в школе. Положена ли мне на сына ежемесячная денежная компенсация? Вот дословно прочитала. Тут сразу несколько вопросов у меня возникает. То есть, сколько лет ребенку раз. Второй у меня вопрос. Третья группа, не работаю. У нас третья группа вся работающая. Сколько лет человеку пенсионного возраста достиг или нет? Необходимые вопросы, после которых можно дать ответ. После которых можно... Я могу проговорить, но это будет такой длинный ответ обстоятельный. Дело в том, что у нас для инвалидов, которые имеют детей, обучающихся в школах, образовательных учреждениях, какой-то ежемесячной компенсации, либо какой-то отдельной выплаты просто не предусмотрено законодательством Московской области. Но есть адресная помощь? Есть адресная помощь. Есть помощь государственная, социальная. Есть помощь экстренная. То есть, два вида, две меры социальной поддержки, за которыми могут обратиться. Но, опять же... Все очень индивидуально. И, которые по нашим условиям будут признаны малообеспеченными. И, опять же, мы вспоминаем ту цифру, которую... Снова вспоминаем средний душевой доход и прожиточный минимум. Вот поэтому у меня и возник вопрос. А инвалид третьей группы не работает? Почему? Потому что достиг возраста пенсионного? Потому что у нас третья группа вся работающая. То есть, нет по третьей группе ограничений к трудовой деятельности. Ну, я так думаю, что надо посоветовать Елене Федоровне обратиться напрямую в социальную защиту, где она сможет ответить на эти вопросы и получить уже детальную консультацию. Она может прийти за консультацией к нам. Она может прийти за консультацией либо ко мне, либо к начальнику управления, либо обратиться к консультантам, либо заведующим отделом обеспечения социальных гарантий. Для того, чтобы к специалистам очередей, конечно, сейчас много меньше, ну, чтобы не тратить свое время. Можно просто позвонить на телефон горячей линии, и специалисты дадут разъяснение. Сможем ли мы ответить на вопрос Галины Ивановны? Он звучит так. Почему для ветеранов труда нет больше бесплатных путевок? Для ветеранов труда, собственно говоря, путевки бесплатные есть. Но в соответствии с законодательством, опять же, есть некоторые условия для получения бесплатной путевки. Снова мы возвращаемся к нашему сегодня ставшему уже привычному понятию среднедушевой доход и прожиточный минимум. Установлено на сегодняшний день законодательством, что за предоставлением бесплатной путевки могут обратиться граждане, либо семьи, в том числе ветераны труда, пенсионеры без льготного статуса, то есть они вот здесь в одной категории, чей среднедушевой доход не превышает двух величин прожиточного минимума. То есть, ну, это в пересчете на новую величину прожиточного минимума примерно 16 868 рублей. И путевки такие были, значит, и в течение летнего периода граждане по ним у нас отдыхали. Для того, чтобы получить такую путевку, нужно подать соответствующее заявление. Мы снова говорим о том, что это государственная услуга. Здесь я должен сказать, что путевки управлением самостоятельно не приобретаются. То есть, как все сейчас это проходит процедуру конкурсных закупок, централизованно приобретаются путевки и дальше распределяются по всем 68 значит, нашим районным территориальным управлением. Путевки были, путевки есть. Есть, кстати, еще другой вариант получения отдыха, оздоровления. Это то, что называется у нас социально-оздоровительные центры. Там очереди вообще абсолютно нет никакой. И тоже такие же условия нужно соблюдать? Там даже условия немножко помягче, но там вне зависимости от дохода. Но за путевку нужно будет немножко заплатить где-то примерно в районе 52% от пенсии. Я думала, от путевки, а это от пенсии. Нет, от путевки это будет... Нет, да. Но единственный социально-оздоровительный центр, это, конечно, не в полной мере тот санаторий. То есть, там может не быть каких-то вот процедур, бассейнов, но там замечательно также. То есть, это хорошие места Подмосковья. То есть, тихие зоны, лесные зоны, где также организуется досуг. Есть тренажерные залы, где можно получить оздоравливающие процедуры, массажи, отдохнуть, что называется. Как вариант, очень хороший. Татьяна Николаевна вопрос. Я мама четверых детей. Я и старшая дочь прописаны в Московской области, в городе Видное. После рождения четвертого ребенка, прописанного в Москве, мне отказали в социальной карте. И, соответственно, в получении положенных льгот. У меня вопрос о третий ребенок, где прописан. Первые два в Московской области. Может быть... Ну, тогда просто с АЗОВ. В соответствии с законом Московской области. Многодетной семьей у нас считается семья, которая, значит, имеющая, где все и родители, и дети имеют место жительства в Московской области. Значит, и семья, в которой воспитывается трое или более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет. А очное обучение после 18 лет засчитывается? Когда после 18 лет ребенок обучается в образовательном учреждении по очной форме, значит, до 23 лет такая семья будет считаться приравненной к многодетным. То есть у них останутся льготы на проезд. Единственное, нужно будет каждый год подтверждать, что ребенок перешел на следующий курс, что он не прекратил получать образование. Валентина Ивановна, вопрос. Являюсь инвалидом второй группы. Могу ли получить путевку на отдых с 50% оплатой? Вообще, значит, для инвалидов, а это у нас категория федеральных льготников, порядок выдачи путевок, он определяется правительством Российской Федерации для льготных категорий граждан. И такие путевки выделяются бесплатно. Для этого тоже нужно прийти к нам, встать в очередь и через какое-то время, в зависимости от тех показаний, которые будут указаны в справке от врача о необходимости санаторно-курортного лечения, а это показатели по периоду лечения. Кому-то нельзя летом, кому-то нельзя зимой, это показатели по характеру заболевания самого. Мы постараемся подобрать путевку и путевку такую выделить. Эта путевка будет бесплатная, но не предусмотрено федеральным законодательством и законодательством субъекта Московской области предоставления в 50% скидок, либо компенсации возвратов за самостоятельно приобретенную путевку. То есть такого, к сожалению, нет. Я хотела бы обсудить с вами еще ежемесячную денежную компенсацию гражданам старше 70 лет. Насколько мне известно, она составляет сейчас 700 рублей и была полгода назад введена. Каким образом нужно продлять вот эту льготу для себя и в какие сроки, соответственно? Ну, уже почти 9 месяцев прошло. С 1 января эта мера социальной поддержки у нас вступила в силу. А вообще принимать заявление мы начали на нее еще до новогодних каникул. То есть с декабря. Повторюсь, может быть кто-то помнит, это было у нас в предыдущих прямых эфирах эта тема. То есть мы прям адресно через наших помощников, через центр социального обслуживания, там есть отделение надобного обслуживания гражданам, которые с трудом уже, да, там выходят из дому, себя обслуживают. Мы постарались донести вот прям такие информационные листовки, порядка тысячи листовок таких было разнесено по почтовым ящикам. Мы говорили подробно, объясняли и предлагали. Это на самом деле такая мера социальной поддержки была введена правительством как временная антикризисная мера для обеспечения социальной стабильности граждан. Она продолжит существование? Она носит ограниченный характер. Она действует с начала 2016 года и закончит свое действие в 2018 году. То есть вот на этот период только установлено. Значит, что это такое? Мы говорим о том, что ежемесячная компенсация граждан старше 70 лет могут получить одиноко проживающие граждане, соответственно, старше этого возраста, либо граждане, достигшие возраста 70 лет и проживающие в семьях, состоящих из пенсионеров. Например, ему с женой, ему исполнило 70 лет, ей пока еще нет. То есть, ну, либо им вместе исполнило 70 и больше, значит, тут они тоже будут иметь право. Ну, как вы сегодня несколько раз подчеркивали, деньги эти заложены государством и отчитываться нужно по правилам. Если вдруг человек одиноко проживает, но с ним кто-то прописан, уже рассчитывать... Он в этом случае не будет считаться пенсионером, проживающим в семье пенсионеров. То есть именно поэтому в перечне документов, да, которые утверждет... Мы снова говорим слова «государственная услуга, порядок и регламент». Значит, в регламенте есть перечень документов, которые исчерпывающие, и ни больше, ни меньше мы взять не можем. Значит, там есть выписка из домовой книги, где совершенно четко будет указано, кто еще с человеком проживает и какого он года рождения. То есть оттуда мы, соответственно говоря, и черпаем те сведения, которые необходимы нам для принятия решения. Нужно еще сказать, что эта мера социальной поддержки тоже носит такой характер от дохода. То есть доход либо одинокопроживающего пенсионера, либо семьи пенсионеров не должен превышать величину. Ну, сегодня 16 800 рублей, с 1 октября 16 868 рублей. То есть чуть-чуть появляется вилочка. Те, кто вот раньше у нас немножко не проходил, потому что бывают очень часто пограничные ситуации, когда вот прям копейки там решают все. То есть вот у кого эти копеечки решали, они теперь у нас пройдут. То есть нужно еще раз посчитать, если... Но на следующий год все равно нужно заявляться и заново документы оформлять. То есть у нас очень часто сейчас происходят ситуации, когда люди пришли, оформили в январе. Мы везде говорили, кричали, что через каждые полгода нужно подтверждать свой доход. То есть снова нужно прийти и снова нам показать, опять же путем подачи заявления, но уже не такой большой пакет документов, то есть просто паспорт и документ, подтверждающий доход. Автоматически ничего продляться не будет, это надо запомнить. Нет, мы не можем продлить это автоматически, потому что по порядку, значит, на каждый новый период, через каждые шесть месяцев мы должны получить от человека подтверждение того, что его доход вот не превышает величину два прожиточных минимума. Забывают, потом приходят, обижают. А имеют право, если вот забыли задним числом? Нет, только с момента обращения. Я поняла. Вопрос у нас от Нины Александровны. Я мать-одиночка, ребенку четыре года, постоянно проживаем в Московской области, работаю, зарплата маленькая. Имею ли я право на получение выплат как мать-одиночка? Давайте начнем, наверное, с того, что ни одним законодательным актом у нас не установлена льготная категория мать-одиночка. То есть на сегодняшний день у нас в законе Московской области есть только увеличенный размер выплаты ежемесячного пособия на ребенка. Пока у нас оно еще ежемесячное, вот законодатель не принял другого. И если на самом деле у ребенка в свидетельстве о рождении папа не вписан, значит, нет факта установления отцовства никакого, ну то есть на самом деле одинокая мама, да, значит, тогда в этом случае имеет право на увеличенный размер ежемесячного пособия на ребенка, который тоже зависит, рассчитывается от дохода. А для работающих там немножко другая цифра? Нет, там вот как раз действует та величина, о которой мы говорили, среднедушевой. Среднедушевой, 16800 в чем-то. Нет, это 16800, это у нас размер, о котором мы говорили, удвоенная величина размера. Значит, еще раз, значит, в этом случае мы будем пользоваться, ну вот с 1 октября, сразу будем говорить, эта величина 11 275 рублей. То есть, чтобы было понятно до конца, как рассчитывается величина среднедушевого дохода. А нет, Андрей Евгеньевич, к сожалению, ни я не узнаю сейчас, ни наши телезрители, потому что минута в эфире осталась. Я только могу поблагодарить зрителей, которые провели время вместе с нами, за то, что они задавали вопросы, смотрели. Вас поблагодарить за то, что вы нашли время. Спасибо. Пришли и ответили на эти вопросы. Любые незаданные вопросы, которые вы не успели, обращайтесь к нам, мы передадим Андрею Евгеньевичу. У нас связь социальной защитой, с управлением. Мы постоянно стараемся и снимать сюжеты о вашей работе, и показывать, чем живет социальная защита. Поэтому не расстраивайтесь, если вы не успели. Мы всегда можем продолжить любую тему, в том числе и то, как рассчитывается. Хорошо. На этом прощаемся. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok